Детский мюзикл по старой сказке в Кировском драматическом театре готовится к премьере сказочного спектакля по щучьему велению. Будет много добрых шуток и неожиданных сюжетных поворотов. Спектакль предназначен в первую очередь для детей, поэтому специально для юного зрителя. Режиссер и художник-постановщик долго прорабатывали визуальную и музыкальную составляющую. Актеры выступают в ярких костюмах, делают акробатические трюки и даже сами поют. Вот у меня вот такая вот замечательная дурная корона. Новая постановка по щучьему велению не совсем классическое произведение. Она скорее напоминает детский мюзикл. Маленьких посетителей театра ждут песни, танцы, яркие образы актеров и даже красочные фокусы с ходячими ведрами. Конечно, волшебство и чудеса. Сами актеры будут петь вживую. Специально для спектакля вятский поэт Наталья Кузницына сочинила стихи. А нижегородский композитор Владимир Мухин написал музыку. Режиссер Захар Пантелеев все сделал для того, чтобы юный зритель был доволен. А главное, поверил во все, что происходит на сцене. Есть подозрение, что детям и пяти, и четырех лет этот спектакль будет интересен. Отличается тем, что в конце Емеля не идет на войну против царей, нападающих на наше русское царство, а решает победить, скажем, более честно. Не волшебством по щучьему велению, а применив другие свои способности. На самой сцене будет несколько зон. Дом Емели, дворец царя и улица, на которой главный герой ловит щуку. Смена локации будет производиться с помощью золотых ворот, как в сказке. Главный герой Емеля воплощает извечную русскую мечту крестьянства – лежать на печи и ничего не делать. Однако Емеле не приходится бить баклуши. Режиссер наделяет его деятельным характером, а встреча с говорящей щукой переворачивает жизнь к радости зрителей. Наблюдал, наблюдал за горожанами, потому что это общий персонаж, простой. Почитал больше русского фольклора, то есть больше сказок, чтобы понять именно саму структуру мышления персонажа. Вроде такой простой парень и готов на геройские совершения. Грубо говоря, это наш отечественный супергерой, только больше из народа. Сказку изначально готовили к зимнему сезону, однако ограничительные меры из-за пандемии сместили график показа на весну. Море улыбок, смеха, аплодисментов и блеск детских глаз будет чаще видеть драмтеатр, поскольку сказка по щучьему велению теперь войдет в репертуар и будет на сцене каждый год. Вместе с главными героями спектакля сказки по щучьему велению при помощи музыкального сопровождения зритель окунется в водоворот невероятных событий. На премьеру 9 апреля билетов уже нет, однако драмтеатр ждет своих юных зрителей на показы выходные дни. Ксения Веснина, Дмитрий Бритвин, информационный канал «Город».